Причин для паники нет. Коронавирус в Сергиевом Посаде не обнаружен. За последнюю неделю в районную больницу поступило два человека с подозрением на китайскую коронавирусную инфекцию. Оба пациента недавно вернулись из Китая, у обоих начали проявляться симптомы. Пациентов доставили в инфекционное отделение районной больницы. Могу сказать, что в обоих случаях подтверждение коронавирусной инфекции мы не получили. То есть оба результата отрицательны. Один пациент благополучно уже выписан домой, ну и второй пациент тоже в принципе, наверное, в ближайшие дни будет выписан. Один из пациентов прописан в Пушкино, второй в Ивантеевке. Местные специалисты к приему такого рода больных не готовы. А в инфекционном отделении Сергиево-Пасадской районной больницы есть все необходимое для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Это особым образом устроенное помещение, боксированное, полубоксированное, которое у нас есть. Это первое. Второе. Значит, в этих инфекционных отделениях сразу могу сказать, боксы предполагают госпитализацию пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, в нашем случае на инфекцию коронавирусом, минуя приемное отделение сразу с улицы прямо в палату. Для того, чтобы осуществлять оказание медицинской помощи пациентам в условиях строгого противоэпидемического режима с особо опасными инфекциями, необходимы определенные средства защиты. На сегодняшний день этим мы оснащены. По последним данным в России зафиксировано два подтвержденных случая коронавируса в Тюмени и Забайкале. Оба заболевших граждане Китая. В самом Китае, по последним данным, количество заболевших превышает 17 тысяч человек, пациентов с подозрением на наличие инфекции более 21,5 тысяча. Скончались 360 человек, вылечились 516. Первичные признаки коронавируса схожи с обычным ОРВИ. Насморк, кашель, повышение температуры тела, в некоторых случаях нарушение работы пищеварительной системы. Чтобы уберечь себя, нужно соблюдать обычные меры предосторожности при защите от вирусных инфекций, соблюдать правила личной гигиены, в том числе часто мыть руки, не контактировать с больными, носить медицинскую маску в местах массового скопления людей. Анна Спиридонова, Антон Каврижных, программа «События».